Здравствуйте! Вы смотрите программу «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Бубнова и врач-психотерапевт высшей категории Алексей Зотов. Алексей, здравствуйте! Здравствуйте, Елена! Здравствуйте! Традиционно, напоминаю нашим телезрителям, по вторникам у нас прямой эфир. Телефон в студии 202-1122. Звоните, задавайте вопросы, предлагайте темы для обсуждения. Мы с Алексеем, пока нет звонков, предлагаем какие-то свои темы обсудить, которые были актуальными у нас за прошедшую неделю. Или, может быть, за какой-то определенный срок была получена обратная связь, в том числе по тем темам, которые мы уже озвучивали здесь, в эфире? Ну да, я полагаю, что мы таким определенным градусником выступаем, который погружен в часть мирового человеческого океана, измеряя температуру в какой-то достаточно широкой, но при этом локальной сфере. И, возможно, то, о чем мы говорим, то, что мы измерили за эту неделю, совершенно не обязательно, что у вас дела обстоят таким же образом. И я присоединяюсь к тому, о чем напомнила Елена, если у вас какие-то свои вопросы или темы, которых мы не касаемся, или которых мы касаемся, ну, совершенно не тем образом, которым могли бы коснуться, мы приглашаем вас звонить в студию и выражать свои мнения. Что на этой неделе было актуально, ну, может быть, в качестве перечисления, по-прежнему, и это важно, хотя хочется уже забыть, и как будто это затирается, ну, психика так работает, да, не может быть все время что-то одно постоянного внимания, хочется отвести взгляд, хочется переключиться, но так или иначе, тема тревоги по поводу нынешней инфекции коронавирусной, тема страхов, связанных с распространением этой инфекции, вопросы беспокойства, как переболевших о том, что с ними, в общем, случились какие-то невосполнимые иногда потери или потери, которые восполняются очень медленно, да, у кого-то обоняние, у кого-то, ну, такие у кого-то физиологические моменты, там, нейрофизиологические, условно говоря, зрение, обоняние, чувствительность, слабость, а у кого-то с такими психическими компонентами, снижение желаний, увеличение тревожности, увеличение раздражительности и так далее. И это, в общем, ну, таким актуальным аспектом остается. Актуальным аспектом остается, я имею в виду, у тех людей, кто обращается за помощью психологической, психотерапевтической. Кто-то переболел, а кто-то еще не переболел. Кто-то сейчас болеет очень тяжело, а может быть, не очень. И, в общем, ну, как-то каждый на себе, на своей шкуре испытывает вот эту вот, ну, данность какую-то, да. Кто-то прощается, к сожалению, с близкими, родными, любимыми, кого вот эта инфекция унесла. И, наверное, вот эти стадии горевания сейчас проходят, может быть, в одиночестве, а может быть, я надеюсь, рядом есть близкие люди или какие-то специалисты, кто может помочь. Если вы проходите эти стадии, мне кажется, это уже достаточно такое общее стало знание, что при утратах, при потерях люди, ну, определенную стадийность в своих переживаниях наблюдают, да. И, может быть, не стоит эти стадии, ну, не знаю, даже требовать от себя прожить их как можно быстрее. То есть, наверное, здесь стоит довериться своей психике. Тему, которую вы озвучиваете, вот мы даже не обсудили предварительно, но она оказалась актуальной и для моего окружения. Буквально сегодня мне задали вопрос, как сообщить ребенку 10-летнему, что его отец скончался в больнице, в данном случае от коронавируса. Тоже вот, да, беспокоит вообще, как это сказать, какой реакции ждать от ребенка. Вот такая тема сегодня была тоже у нас в обсуждении. А в чем, можно ли чуть подробнее, в чем сам вопрос, ну, в чем затруднение? В чем затруднение? Что значит, как? В чем затруднение было, семья разведена, отец не жил какое-то время уже в семье, и мама не знала, как сообщить сыну, вообще даже не предполагая, какая у него будет реакция. Ну, потому что в последнее время сын транслировал некое такое безразличие к отцу. И стал вопрос, брать ли его на похороны, и как вообще с этим вот. У нас звонок, Алексей. Здравствуйте. Добрый вечер. У меня вопрос. Да, пожалуйста. Да, говорите. Скажите, пожалуйста, сколько прививка, какой срок прививка действует? Кто говорит полгода, кто говорит два года, кто говорит год? Я вот взяла прививку, прошло полгода. Делать надо? Вы еще на линии, как вас зовут? Судя по всему. Ну, очень хороший вопрос сейчас от нашей слушательницы и зрительницы. И сейчас, очевидно, будет очень плохой ответ с моей стороны. Плохой, потому что никуда не годится пока, по крайней мере, наше общее знание по поводу того, через какое время, как. Ну, то есть есть какие-то... Мы можем задать вопросы нашей зрительнице. А, она в студии еще, да? Ага. Как вас зовут? Добрый вечер. Любовь. Любовь. Вы уже где-то пытались эту информацию получить? Я имею в виду... А что говорит тот специалист, тот врач, который выписал, ну, который осматривал вас перед прививкой? Вы ему задавали этот вопрос? Задавали. Я в регистраторе спрашивала. Ну, а у врача не спрашивали? Нет пока. Ага. Людмила, я думаю, что есть смысл спросить у врача, по каким причинам. Ну, действительно, разноголосица просто катастрофическая и ужасающая, когда и что. Но более-менее какие-то устойчивые есть сейчас взгляды на то, как и когда. Но я сейчас не буду отвечать, почему. Чтобы не множить эту разноголосицу, спросите, пожалуйста, у того доктора, который принимает, или у вашего терапевта участкового. Чем это будет хорошо? Во-первых, это будет информация из первых рук. То есть у специалиста, который свою базу знаний по данной патологии все время увеличивает, усовершенствует. Который знает историю медицинскую, да, а нам не с конкретного пациента. Я хотел, спасибо, Лен. Я хотел как раз об этом сказать. Да, и который знает, любовь, ваши особенности, может быть, ну, скажем так, слабые места в здоровье, что зависит от возраста, от хронических заболеваний, может быть... От реакции на первую прививку, наверное. Да, тут очень много моментов. И действительно, я понимаю, что людям, наверное, очень сложно, очень просто запутаться, очень сложно разобраться. Коллеги спорят друг с другом. Вот, но пока мы придерживаемся каких-то определенных форм того, что вот ревакцинация такой активной, в активную форму не вошла, хотя часть специалистов, работающих в красных зонах, ревакцинировались. Но в основном вот люди пока, насколько я знаю, массив людей, большая часть, они вот живут в вот этом периоде год, да, год после прививки. Ну, и сертификат в любом случае выдают на год, да, если вот ориентироваться только на бумагу, где можно вот воспользоваться этим QR-кодом, который сейчас начнут требовать в разных торговых центрах, фитнес. Может быть, мой вопрос по поводу, мой ответ по поводу того, о чем сказала Людмила, как я выразился, плохо, потому что я ничего внятного и улучшающего не могу сказать, кроме как отослать к специалисту на месте. Но я могу воспользоваться вопросом Людмилы и сказать, что вот та самая тревога, вот эта самая обеспокоенность и неопределенность, она действительно есть, и мы ее имеем, ну, в таком публичном массовом характере, да, в массовом. И, конечно, это рождает всякие домыслы, фантазии, неразбериху и так далее. И к врачам-психотерапевтам, к психологам люди, ну, как я иногда выражаюсь, приносят эту обеспокоенность, приносят эту тревогу по поводу того, когда и как, и что нужно сделать. Вот. И она имеет такой очень выбивающий из колеи характер. Почему? Потому что нет ответа, и эту тревогу приходится носить в себе, ну, в течение длительного времени, месяцев, да. Мы вот все в социальном, как социальное существо, как социальный субъект, не как один человек, да, мы все вот пребываем в некоторой тревоге, которая пока не снижается. Причем эта тревога, ну, длится уже на протяжении, да, там, полутора лет. Спасибо, Любовь, за звонок. У нас еще один звонок. Говорите, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, может, не по адресу, но меня очень волнует, вот есть женщина, в течение ей 32 года, она просто умирает. Никакой помощи, нет средств по бане у нее, у нее двое детей, 8 лет и 23 года. А почему? Когда не обращались, никакой помощи у нас нет. А что значит, она умирает в связи с чем? Ну, она вообще не ходит. Она лежала несколько раз в больнице, в две недели взяли анализы, и никаких результатов вообще ничего нет. Ну, вы имеете в виду, что это как-то связано вот с этой ковидной инфекцией, которая... Нет, 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 нет. У нее, она родила, и у нее сколько-то операций было. Ну, как раз вот с этой инфекцией нас не пускали, и я лично не говорила с лечащим врачом. Не знаю, но нам нужна помощь. А вас как зовут? Меня Валентина Николаевна. Валентина Николаевна. Ну, может быть, я сейчас из пушек по воробьям, но в таких ситуациях, ну, скажем так, безпросветных, у нас всегда есть, в конце концов, Министерство здравоохранения с приемной. Я сейчас специально перескакиваю через несколько ступенек, да. Ну, как люди действуют. Здравоохранение, образование. Нет, ну, если мы говорим про болезнь, то если на местах по каким-то причинам, на ваш взгляд, не срабатывают специалисты, не обращают внимания, ну, всякое бывает. Я никого не хочу осуждать, но у нас всегда есть органы, в данном случае Министерство здравоохранения, которые консультируют граждан по личным вопросам. Добивайтесь аудиенции или пишите. Я думаю, что ситуация быстрее задвигается. Я отвечу так, потому что если сейчас разбираться, что происходит с женщиной, ну, вряд ли мы что-то в данном случае. То есть, ну, я, может быть, парадоксальную вещь говорю. Мы, врачи, я вот сейчас за коллег скажу, испытываем достаточно серьезное давление со стороны различного рода контролирующих, проверяющих и прочих органов, которые говорят, вы вот здесь недоработали, здесь и так далее. Иногда, конечно, хочется их, эти органы, послать куда-то, да? Ну, хотя бы, чтобы они не приходили так часто. Но при этом я понимаю, что у людей, у наших сограждан не всегда есть возможность напрямую какую-то... Ну, то есть, вот эта проблема... Создавайте проблемы заведующим, да, пусть они суетятся. Создавайте проблемы. Я сейчас говорю, понимаю, что могу огрести за это, но не вижу другой ситуации, да? Вот как-то так у меня откликнулось. Ну, конечно, как там те же надзорные органы, про которые вы говорите, да, или... Как они узнают, да. Да, органы, которые создают вот эту систему здравоохранения, как они узнают? Ну, действительно, только выход, чтобы вот кто-то, кто может помочь, сочувствующие, да, ситуации, пошли и как-то заявили об этой ситуации. У нас, в конце концов, вот я сейчас подумал, периодически у меня перед глазами попадают... У нас есть в Самаре в том числе сообщество пациентов, да, причем оно тоже, ну, достаточно организованное. Ну, обратитесь туда, поищите координаты. То есть, я знаю, что эта организация занимается вопросами прав пациентов, вопросами, ну, наверное, каких-то корректностей, не столько лечения, ну, сколько, по крайней мере, получения помощи, да. Спасибо, Валентина Николаевна. У нас снова звонок, Алексей. Да. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Галина. Угу. Вот у меня в прошлом году, я похоронила мужа, у него была онкология, и он потом заболел коронавирусом, я его похоронила. Но у меня сейчас сильнейшая депрессия. Я ходила к психотерапевту, он мне назначил феварин. Угу. Феварин. Да. Но он, он, я в прошлом году, он сначала, он меня назначил на три месяца. Три месяца я пропила, вроде немножко успокоилась, потом перестала, и у меня по новой вот это состояние, началось вот это состояние. Потом я повторно к нему пошла, он сказал, теперь целый год вам надо пить вот этот феварин. Вы мне подскажите, пожалуйста, что в ней делать? Галина, я вот, хотя бы в общих чертах, психотерапевт, к которому вы ходили, это в диспансере, где это, в частном центре? В частном. В частном центре. Вот из того, что вы сказали, я думаю, что к вашему лечению нужно добавить доктора, который разговаривает. То есть у нас есть специалисты-психиатры, они иногда себя называют психотерапевтами, ну, возможно, имеют образование по психотерапии. Они в основном назначают медикаменты, что неплохо само по себе. Но не всегда этого оказывается достаточно, тем более, когда сами люди, обращающиеся за помощью, видят, ощущают, что их страдание связано с каким-то событием в их собственной жизни. И тогда в добавление или в тандем к медикаментам нужно добавить не только доктора, который назначает эти медикаменты и обсуждает с вами дозировки, время, но и доктора, который разговаривает с вами и готов с вами разговаривать о тех событиях, которые произошли и, возможно, по поводу которых вы продолжаете переживать, плохо себя чувствовать, что-то вспоминать и так далее. Иногда это один и тот же доктор, который назначает таблетки и разговаривает. Ну, я условно, все, понятное дело, разговаривают, здороваются и так далее. Есть врачи, которые, и они действительно называются психотерапевтами, психологи, может быть, в этом центре работают, которые садятся напротив вас, и в течение 45-50 минут, раз в неделю, например, или раз в две недели, вы с ними обсуждаете то, что вас беспокоит. Вы говорите о каких-то, может быть, важных моментах, он выслушивает, задает вопросы, сам что-то говорит. То есть вы вместе начинаете исследовать, начинаете обсуждать те ваши переживания, которые, возможно, сейчас никак и нигде не обсуждаются, кроме как они похоронены у вас внутри. Я бы вот, наверное, так ответил. То есть в итоге в сухом остатке мой ответ такой, ищите специалиста, который говорит. Это непросто, но это вполне возможно. Я знаю, что сейчас в нашем городе вполне хорошее количество качественных, точнее, специалистов, которые способны оказать качественную помощь. Вот, наверное, так. В том числе в диспансерах психоневрологических. Пока еще остались психотерапевты, которые разговаривают. Вы уже как-то, мы эту тему вот обсуждали подобную, когда в процессе терапии человек, ну, допустим, вот смерть близкого, она становится таким фактором, который побудил человека обратиться к специалисту. Но в процессе разговора специалист дает вопросы, да, человек какие-то ищет ответы. Иногда бывает, что какие-то переживания актуальны для человека вот сейчас, но они, не знаю, появились у него в душе еще задолго до смерти, да, вот какие-то поиски смыслов. Немножко я запутанно говорила, я вот так вот у меня в голове крутится. Понятно, о чем я говорю? Ну, я думаю, понятно. Ну, то есть, возможно, сейчас депрессию подогревает не столько смерть супруга, сколько какие-то вопросы, которые стояли перед Галиной, возможно, до смерти супруга. Но она не смотрела в их сторону, да, как-то они не были, казались ей актуальными. Так как они в психику задвинуты глубоко, да, может быть, вот как раз в процессе разговоров они смогут явиться на свет. Я соглашусь, если, ну, отвечу, как услышал, Елена. Я думаю о том, что все-таки другой человек – это не сломавшийся мобильный телефон или какая-то вещь. И я полагаю, что практически в любом случае уход близкого человека, физический уход, ну, в смысле уход из чьей-то жизни, например, как в разводе, да, о котором вы говорили. Или уход вот так вот буквально, когда человека не стало, он, даже если люди готовились, даже если люди знали, что человек, ну, как это, медленно или немедленно движется, угасает. Такое слово иногда. Мы готовились, да, мы знали, что там кто-то умрет, особенно это вопросы онкологии или вопросы пожилого возраста, например, да. Но все равно, насколько я могу судить, эти события трогают людей до глубины души, ну, просто до фундамента. И, конечно, приводят в движение большинство фундаментальных вопросов, которые до этого казались, ну, какими-то незыблемыми, устаканившимися, да, очевидными. И поэтому приход к психотерапевту, к психологу, вот он сопровождается осмотром этих вопросов. Там есть масса всяких тонкостей, но один из важных моментов, конечно, можно утонуть просто в пересмотре своей собственной жизни. И некоторые люди, ну, некоторым людям, это всем тяжело, ходить бесконечно долго к психотерапевту на протяжении нескольких лет для того, чтобы... Это очень долго, это очень долго, это очень дорого, это иногда... Ну, я боюсь, мы так напугаем наших зрителей, это же не всегда бесконечно долго. Нет, это не всегда. И не всегда на протяжении нескольких лет. Не всегда, не всегда. Ну, я думаю, что наши телезрители знают, что такого рода терапия есть. И, ну, она всегда имеет, конечно, свое какое-то предназначение. Я к чему? К тому, что, наверное, Галина, да, если найдет такого специалиста разговора, я надеюсь, что вы найдете, Галин, но, наверное, вы начнете разговор с того, что уход супруга значил для вас, и что он значит для вас сейчас, что скрывается за той депрессией. Все-таки вот эта идея о том, что депрессия, это очень распространенное слово, но идея о том, что депрессия – это фасад, это фасад, снизившаяся активность, ну, то есть фасад, на котором мы видим снизившуюся активность у человека, отсутствие аппетита там, да, отсутствие удовольствия каких-то, апатию, да, и какие-то прочие вещи. Ну, и специалисты знают, если мы заглядываем за, ну, за этот фасад, за этот камень, который лежит на душе, да, одно из таких классических описаний депрессии – это ощущение того, что в области грудной клетки лежит что-то тяжелое, и сдавливает, то есть такое переживание сдавленности, классическое описание сдавленности грудной клетки. Вот под этим камнем что-то очень часто находится, если нам удается туда заглянуть, там оказывается очень много жизни, так много, что иногда она рвется просто из груди. Жизни в каком виде? Жизни в виде… В чувствах, наверное, да? В виде боли, в виде страданий, в виде гнева, в виде слез, может быть, да, в виде обиды, вот. Вот, и иногда людям приходится неосознанно положить камень на эту часть самих себя, чтобы их самих, может быть, не разорвало, не разбросало. Ну, люди боятся переживаний, и это очень сильные обычные переживания. Можно же говорить о том, что они боятся переживаний, связанных вот с ушедшим человеком, потому что, вот вы сказали там про злость, про обиду, да? Вроде принято в обществе сохранять только светлую память об ушедших, но если люди прожили какое-то время, и там, скорее всего, отношения были насыщены и разными событиями, разными чувствами. И как тогда, да, вот, как дать, выйти на волю этим чувствам, которые до сих пор живы по отношению к уже умершему, ушедшему человеку? Ну, там, и кабинет специалиста может быть хорошим местом для того, чтобы поговорить об этих чувствах и об этих мыслях. Но это могут быть и чувства в отношении самого себя. Люди остаются в одиночестве, иногда в беспросветном, иногда в очень тяжелом, потому что, если предполагать, что Галина из пожилых людей, ну, или близких, да, и дети уже покинули родное гнездо родительское, то супруги в таком возрасте остаются одни. Тем более, по статистике, мужчины у нас живут меньше, и женщины чаще остаются в пожилом возрасте одни. И они ищут для себя... Ну, приходится новые смыслы искать какие-то, да, новые, не знаю, векторы для жизни, новые направления какие-то. Или новые компании, приходится искать подруг, может быть, если они до этого... А это не очень просто искать подруг в таком, в любом возрасте, в общем. Чебурашки было непросто, да, а уж нам, людям, в разном возрасте еще сложнее. Вот, поэтому, вот, приходится искать, и приходится вот этот вопрос новых диспозиций жизненных вот каким-то образом обсуждать. Наверное, так. Алексей, сегодня у нас было несколько звонков, у нас не так много времени до конца программы. Можем ли мы подвести итог и говорить о том, что в этих звонках было что-то общее? Потому что мы неоднократно в наших передачах говорили о том, что независимо от обсуждаемой нами темы, все звонки, они вот попадают в эту копилку. Ну, из того, что я увидел, услышал общего, мы давно не касались темы ковида, то есть она в передаче, она тоже вышла за пределы, мы ее так оставили, но никуда не делали. Мы сейчас вернулись к этой теме и сразу получили отклик. То есть на прошлых передачах мы предлагали звонить, и нам не звонили. То есть люди, по крайней мере наши зрители, которые нас сейчас смотрят, которые позвонили, как мне кажется, живо отреагировали. Да, пусть они сказали по адресу, не по адресу, но это всегда по адресу. К нам получается, что все время по адресу. Вот, и я думаю, что вот это беспокойство людей по поводу и вокруг, да, этой темы ковида, оно очень выраженное. И оно сейчас вот остро начинает переживаться как раз вот в эти дни буквально, да, вот в нашем настоящем. Ну, оно начинает остро переживаться, потому что наша область куда-то там в лидеры начинает выходить по количеству заболеваний, да, и, конечно, это не может не сказываться на беспокойстве горожан, да, и введение каких-то дополнительных мероприятий, там, ограничительного характера, это все немножко, наверное, или множко создает ощущение вот такой сжатости, да, социальной какой-то. То есть нам надо быть как этим дикобразом из метафоры, да, с одной стороны кучно, друг друга держаться, потому что все по домам, а с другой стороны мы сейчас начинаем кучно держаться, мы начинаем друг друга заражать, да, потому что каждый может быть носителем. И поэтому у дикобразов это иголки, поэтому какое вот это социальное расстояние, какая дистанция в метафорическом смысле, не полтора метра буквально, да, как часто я должен выходить на улицу, с кем мне обсуждать и так далее. Вот это сейчас очень острые вопросы, и мы ищем на них ответы вместе с вами. Спасибо, что вы были с нами, звонили. Спасибо, Алексей, за сегодняшнюю беседу. Напоминаю нашим телезрителям, что в социальной сети ВКонтакте есть группа, которая называется «Разговор по душам на Самару ГИС». Там можно найти весь архив наших программ. Также архив программ «Разговор по душам» размещается на канале YouTube, который так и называется «Самара ГИС». Каждый вторник мы выходим в прямом эфире. Звоните, подумайте заранее, может быть, какие вопросы вы хотели бы задать врачу-психотерапевту. А может быть, не думайте, звоните как есть. Всего доброго. Спасибо, до свидания.